День Возрождения. Смысл и значимость его заложены уже в самом названии. Присущие балкарскому народу традиционная мудрость, терпение и сила духа, неугасаемая вера в торжество справедливости, помогли ему не только выстоять, выжить, но и вернуться к своим родным очагам, восстановить государственность. И никто не отвернулся. В первую очередь протянули руку и оказали братскую помощь кабардинцы. О неподдельной дружбе моя коллега Марьян Джангуразова. Вбить кол недоверие и недопонимание между нами никому не удастся, как бы ни старались, убежденок Сокол из Шалушки Аулия Хачуев. Говорит, нет нам ближе кабардинского народа, который с болью воспринял нашу депортацию и всячески помог нам по возвращению. Очень хорошо встретили. Очень хорошо. В 1958 году, в марте месяце, мы сюда приехали, 10 марта. Помогли, устроили. Вот мы здесь дом купили. Кто дом не купил, квартиру дали, земли дали. Но лучшего брат-брата только может встретить. А эти соседы наши все, тут даже заменить некого. Все очень хорошие. Живем, как в одной семье. А если у нас похороны, они у них, мы, свадьба, вообще я рад никуда. Велевкой потянешь, не поеду. Долгие годы ссылки балкарцы мечтали о том дне, когда смогут вновь увидеть родные горы. А вернулись к разрушенным до основания домам. Многие до родных аулов так и не доехали. Кучменовы были одной из первых балкарских семей, прибывших в Шалушку. Встречали их кучменовы-кабардинцы. Старики, я помню, человека четыре такие симпатичные, стройные старики, пришли к моей матери покойной и спросили, ты вот с чем приехала сюда, что у тебя какие возможности, то ли строиться будешь, то ли дом купишь. Она говорит, нет, строиться я не смогу, но я, говорит, куплю. Они тогда сказали, в таком случае мы вам поможем. И помогли. Выделили вернувшимся из ссылки собратьям для возведения нового дома ровно половину своего участка. Сегодня Мусалим гордится тем, что породнился с соседями. У него и зять кабардинец, и одна из снов кабардинка. Аналогичная судьба и у семьи Атабиевых из Кенжи. Под их нынешний дом свой участок выделили казанчивы. Более того, представители этого рода выезжали в Казахстан, чтобы оказать посильную помощь переселенцам. У абсолютного большинства людей старше меня, конечно, вот те переживания, которые были в Средней Азии, они остались в памяти, и их трудно забыть перенесенное. Хотя, с одной стороны, когда народ вместе, объединенный общим горем, общими трудностями, наверное, где-то процесс исплачивания был, но, с другой стороны, это очень сложно, трудно. Балкарский народ после долгого и трагического изгнания не только не озлобился и не очерствел, наоборот, благодаря всеобщей поддержке населения республики, встал с колен. И сегодня в Кабардинской шалушке решением Совета местного самоуправления один из переулков переименовывают в улицу имени солдата Великой Отечественной балкарца Жибрила Шаваева. Новые таблички в лесном повесят со дня на день. Мария Джангуразова, Сафар Гериф, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария.